Константин Сёмин с нами в студии. Кстати, вы для себя какие-то итоги года можете подвести? Я свои личные итоги не отделяю от итогов аудитории, что своей, что вашей, любой нашей общей. Давайте проверим, совпадают или нет. Аудитории, ну, по крайней мере, я считаю, что то, что беспокоит людей, должно беспокоить любого журналиста тоже. Следовательно, итоги меня, наверное, никого не удивят. Это, в первую очередь, жестокий экономический кризис, который мы ощутили сейчас, и, соответственно, возникший перед страной в полный рост уже необходимость смены экономического уклада, экономического курса. В следующем году мы должны будем обязательно что-то с этим сделать, если мы рассчитываем сохранить свою самостоятельность в этом мире. Вторая история, конечно, безусловно, связана с Украиной, и то, что не произошло никакой анонсировавшейся многими сдачи Донбасса, то, что по-прежнему живут и ЛНР, и ДНР, и сама идея Новороссии, хоть и исчезла из медийного пространства, но все-таки не испарилась. Но, мне кажется, она вернется, дайте срок. Да, я уверен в этом. И это второй момент. Хотя, конечно, очень многие надеются, что в конце декабря будет передана граница, и вновь продлят санкции и так далее. Думаю, что и границу никто не передаст, и санкции продлят. То есть все будет сурово и жестко. Лучше не будет, но мы, конечно, оказались перед необходимостью делать для себя очень серьезные выводы. Как раньше уже нельзя. Это, наверное, главный вывод. Ну и, безусловно, Сирия, решительная наша политика там. А вы за решительную политику? Вы знаете, я вижу смысл в том, что там происходит. Для меня это не какая-то абстрактная война, как раньше, помните, в конце на излете советского. Ну, даже не Афганистан, любили его Гондурас, Сальвадор, Никарагуа. Вспоминать, что мы там забыли, где там Гондурас и где мы. Потом оказалось, что если ты не занимаешься Гондурасом, Гондурас приходит на Донбасс. И там начинается то же самое. Ну, то есть здравый смысл... Безусловно, нельзя позволить было сожрать Сирию. А главное, ну, об этом не часто говорят, но без сомнения, Сирийский театр военных действий, это сейчас одна из, может быть, последних возможностей для России продемонстрировать Западу, с чем Запад может столкнуться в случае прямой агрессии, военной агрессии против нашей страны. Ну, вы меня, честно говоря, я вас немножко прерву в вашем хит-параде. Немножечко так пугаете. Что значит последнее? А если бы не было такой возможности, то они бы совершенно разочаровались. Я думаю, что наши так называемые международные партнеры не до конца представляют себе военно-технический потенциал нашей страны. Скажем, пуск крылатых ракет из акватории Каспийского моря, это был, очевидно, сигнал никакой не исламской террористической организации. Получателем этого сигнала, безусловно, было НАТО, и этот сигнал был получен, этот сигнал был принят. А тогда что вы скажете, что турецкий флот сейчас гораздо мощнее, который на Черном море, чем наш, к сожалению? Пока еще не догнали мы. Вы знаете, многим казалось, что до Каспийских пусков, что у нас вообще нет высокоточного оружия, или если оно и есть, то летает на 300 километров. Какой у нас флот, какая у нас армия. Все меркнет рядом с этими пусками? Нет, не с пусками, а просто мы не до конца представляем себе реальную обстановку. Помните, каким сюрпризом была высадка вежливых людей в Крыму? Никто и поверить не мог, что у нас вообще это существует. Но это мало вообще укладывает в голове, потому что исторических прецедентов, они были так давно, что... Дело не в том, что Крым, и дело не в том, дело в том, как выглядит наша армия. Мы немножко удивились от этого. Мы вдруг поняли, что у нас есть оборонка, у нас есть промышленность. У нас есть мозг, мы можем интеллигентно подходить. Хотя, с другой стороны, я хотел бы сказать, что шапка закидательства, это всегда вредно. Это всегда опасно. История неоднократно преподносила нам суровые уроки. А почему вы сейчас об этом вспомнили? Потому что, несмотря на все запуски, несмотря на все бомбардировки, несмотря на все оружие, которое мы сверкнули, как мечом извлеченным из ножен сейчас, экономическая ситуация в стране очень плохая, и в дурной экономике не может быть совершенной оборонки. Она не может существовать, как некий кристалл, некий алмаз, окруженный разлагающейся материей. Поэтому мы, безусловно, уязвимы. И нет сомнения, что наши международные партнеры точно так же очень заботятся о своей оборонке. Мы сейчас закончили фильм на эту тему. И если им хотелось бы произвести на нас впечатление, они тоже нашли бы, что запустить и что продемонстрировать. Поэтому до тех пор, пока в реальных боевых обстоятельствах эти технологии не прошли обкаткой, мы не поймем, насколько боеспособна наша армия, насколько боеспособна наше оружие. Просто очень не хотелось бы, чтобы такие обстоятельства когда-нибудь сложились. Видите, как противоречия какие-то возникают. И безнадземные операции мы совершенно не испытаем, получается? Нет, мы не испытывали, мы демонстрировали, что нам не надо войны. Русские не хотят войны. Не подходите. Это знаете, когда хулиган зажимает школьника где-то там в углу, и школьник демонстрирует, что он может ударить. Он не хочет драки. Он понимает, что силы не равны. Против нас 500 миллионов населения Евросоюза с гигантской экономикой. Против нас 300 миллионов Соединенных Штатов с гигантской военизированной экономикой. Крупнейший оборонный бюджет 600 миллиардов долларов в год. То есть вот здесь не нужно заниматься шапкозакидательством об этом, да? То есть думать... У нас чистые вот комментарии... У меня сразу же возникли ответные... В социальных сетях, в медийном пространстве. Мы часто слышим, что там медаль за город Вашингтон. Да, помыть ноги в Ла-Манше, сапоги точнее. Давайте. У нас было очень много таких шапкозакидательских выступлений в начале 20 века перед Первой мировой. Когда было принято решение о всеобщей мобилизации, война фактически началась. Взлетали чепчики, там кричали женщины ура. И воздух чепчики бросали. Все это закончилось кровью и катастрофическими последствиями. Потому что экономика царской России не была готова к тем вызовам, которые перед страной в конечном счете были поставлены. А тогда вот такой вопрос. Очень часто от слушателей получаешь сообщения подобного рода, которые можно как общезнаменатель вывести. Не время думать об этом. Надо думать вот об этом. Мол, не время думать о внешней политике. Расправьтесь со своими внутренними проблемами. Или о чем они думают? О какой-то мелочи, когда вот такие проблемы. И то есть пример большой проблемы стоит. Как вы относитесь к тому, что нужно решать все проблемы разом? Или действительно выстраивать хит-парад проблем? Все равно в любом случае, конечно, необходимо отделять зерна от плевела. Находить какие-то приоритеты. Есть вещи сверхважные, есть вещи менее важные, есть вещи второстепенные. Это для любого человека, для любой семьи, для любой человеческой общности, для государства тем более справедливо. То есть не летать в космос, пока хлеб не заколосится. Вы имеете в виду, на что тратить и в какой степени оборонка сегодня, предположим, важнее, чем колосящийся хлеб. Это известная логическая схема, которая часто применялась в конце 80-х. Нам говорили, что гонка вооружений гробит советскую экономику. Мы должны подумать о выпуске трусов, а не о выпуске ракет. В конечном счете выяснилось, что после того, как ты перестаешь выпускать ракеты, ты остаешься без трусов. А иногда и без ног. А иногда и без головы. Поэтому без ракет, к сожалению, обойтись невозможно. Другое дело, что ракеты должны производиться в экономике, которая способна делать что-то еще. Не обязательно айфоны, не обязательно айпады, не обязательно менять телефоны раз в сезон. Не обязательно равняться в своем потреблении, в своих жизненных приоритетах на Запад. То есть становиться обществом потребителя. Мы никогда не сможем обеспечить себе такой уровень потребления, особенно в условиях, когда нас пытаются уничтожить. Но гарантировать себе обороноспособность и минимальный уровень, позволяющий сохранять человеческое достоинство в обществе, думать о развитии детей, о будущем детей, об образовании и здравоохранении. Все это мы в состоянии себе сделать. Мы большая, крупнейшая в мире страна и по территории, и по возможностям, и по экономическим возможностям, и по интеллектуальным возможностям. У нас безграничные фактически ресурсы. То есть для этого есть все, кроме, может быть, в достаточной степени политической воли. И осознание того, что является главным, что первостепенным. Мне очень хотелось бы, чтобы в следующем году это осознание пришло ко всем. Ну, я уже произнесла, что делать вы только что сказали, а все-таки кто виноват? Кто виноват в том, что? Ну, в том, что у нас все есть, мы обладаем, нам всего достаточно, и все было бы, но вот пока все так, как есть. А как? Вот как? Мне, с моей точки зрения, все не так плохо и не так катастрофично. Все очень тревожно. И, наверное, тревога — это главная интонация, которую я пытаюсь сейчас донести. Кто виноват в том, что это именно так? Виноваты те, кто разрушал Советский Союз в 91-м году. Виноваты те, кто... То есть мы должны быть благодарны тем, кто создавал экономический потенциал страны и военно-промышленный потенциал в советские годы. Потому что если бы не было этого, то у нас не было бы ни Су-34, ни Тополь-М, ни Тор-М-1, ни Панцир-С, ничего из сегодняшних аббревиатур и названий, без которых представить безопасность нашу невозможно. Поэтому благодарны одним. Мы совершенно четко должны для себя, по крайней мере, сформулировать, кто виноват в том, что система была разрушена, в том, что нам были нанесены жесточайшие ранения, от которых мы не оправились до сих пор. И необходимо из этого сделать выводы. Недостаточно. Ведь виноватых называют не для того, чтобы ткнуть кого-то пальцем и покарать, или заплевать, или заклеймить. Ведь необходимо виноватых, пытаются определить виноватых, нужно для того, чтобы скорректировать направление дальнейшего движения. Когда говорят о десталинизации, мои либеральные оппоненты сегодня, ведь десталинизацию нужно не для того, чтобы Сталину стало плохо. Сталин давно уже не с нами, он где-то там. И ему абсолютно все равно, сколько музеев ГУЛАГа или десталинизаторских статей появится сегодня в России. Наплевать за риторикой о десталинизации или десоветизации, которую проводят мои либеральные оппоненты, скрывается желание изменить, скорректировать курс в определенную сторону. Точно так же и я, когда я говорю о виноватых, я имею в виду не то, что мне хотелось бы видеть каких-то людей в расстрельном списке на Лубянке или в ГУЛАГе. Хотя некоторые убеждены, что они этого достойны. Мне хотелось бы видеть курс и экономический курс в первую очередь, скорректированный в той степени, которая позволила бы нам уцелеть. Спасибо. Журналист Константин Семин об итогах 2015-го. Спасибо. Спасибо. Спасибо.